Один мастер франшизи продвигает в России американскую франшизу кафе-пекарен Ветцельс-Претцельс. Франшиза это четкие правила, которые необходимо соблюдать. Два претендента на покупку франшизы. Очень заинтересовала ваша франшиза. Только один из них получит право купить эту франшизу со скидкой в 10 тысяч долларов. Уже не есть место подвигу, можно поговорить на эту тему, попытаться. За переговорами с первым и вторым претендентом наблюдают эксперты. Они тоже делают свой выбор. И он может не совпасть с выбором мастер-франшизи. Твоя задача победить, то есть, грубо говоря, получить бонус и купить франшизу. Я сейчас не вижу, по крайней мере, здесь здравого подхода к бизнесу. Пытаюсь понять, кто кому продает франшизу. Илья Бруман, мастер-франшизи американской компании Ветцельс-Претцельс, продвигает франшизу «Кафе Пекарен» под этим брендом на территории России, стран СНГ и Балтии. Сегодня ему предстоит познакомиться с двумя претендентами на покупку франшизы. И выбрать из них только одного. Победитель получит скидку в 5 тысяч долларов на паушальный взнос, а первые шесть месяцев работы будет платить только 50% роялти. Итоговая выгода – 10 тысяч долларов. Есть за что побороться. А вот и первая претендентка. Меня зовут Екатерина Выходцева. Мне 28 лет. Я люблю придумывать и воплощать в жизнь интересные идеи для бизнеса. Хочу открыть сеть пекарен, сеть фастфудов по всей России. Поэтому я здесь. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Екатерина. Очень приятно. Присаживайтесь. Хотелось бы для начала задать, наверное, вам вопросы по франшизе. Ну, давайте немножко уравновесим ситуацию. Вы о нас много что знаете, я о вас практически ничего не знаю. Если можно, в двух словах. Немножко о себе и как вы пришли к тому, чтобы стать франчайзи. Я журналист по образованию, долго работала в этой сфере, но решила заняться своим бизнесом. Два года назад я создала первую в России интернет-кондитерскую. Это торты для индивидуального заказа. И уже два года вполне успешно мы этим занимаемся. Заключив договор уже в трех городах, пока не по франшизе, Санкт-Петербургом, Москвой и Катеринбургом, с крупнейшими кондитерскими домами. Мы со своей стороны из Торонто, из Чехии привозим мастеров. Они их обучают. Тому мастерству, которого еще у наших кондитеров нет. Все заказы идут через интернет в духе времени. То есть это ваша идея была? Да, полностью моя идея, полностью раскрученная через Инстаграм. Это уже не первый бизнес в Инстаграме. У меня пару интернет-магазинов, сейчас интернет-журнал. И около двух месяцев назад продала первую свою франшизу в Арабские Эмираты. То есть человек за два года изучил полностью абсолютно возможности интернет-продвижения, плюс понял, как работать с премиальным сегментом, и даже мудрился продать франшизу в Арабские Эмираты своего бизнеса, который человек создал просто с нуля. В моем понимании слово интернет-бизнес вообще вещь такая абстрактная. Наличие у нее интереса к тому, что делает Илья, на мой взгляд, необоснованно. Я бы ознакомился на ее месте с его франшизой и с легкостью создал бы аналогичную, потому что она очень сильна. Я бы пока, наверное, воздержалась говорить, сильна она или нет, потому что сейчас я вижу очаровательную молодую девушку, которая в этой жизни хочет попробовать все. Некое любопытство, некий драйв, потому что она и там попробовала, и там попробовала, и прошло всего лишь два года, и сейчас она хочет попробовать еще и это. На мой взгляд, не отдавая себе отчет, что такое работать по франчайзингу. То есть я не вижу здесь здравого подхода и осознанного. Сейчас уже для меня интернет-бизнес стал немного рутинным, и сейчас мне интересно не менее динамично бизнесом заниматься, и очень заинтересовала ваша франшиза. Сейчас каких результатов она добилась, мы знаем только по ее словам. Далеко не факт, что то, о чем она говорит, то есть ее бэкграунд подтвержден. Мы не знаем, поэтому давайте, может быть, посмотрим дальше. Почему вы предпочитаете развитие собственного бизнеса, развитие бизнеса другого и, соответственно, уделять меньше времени и забрать какие-то даже ресурсы, может быть, и собственного бизнеса? Последние 4 месяца мой бизнес совершенно не требует моего присутствия, за исключением того, когда мне предложили франшизу продать. Я изначально строила бизнес таким образом, чтобы минимизировать издержки. То есть затрат он не требует. И я считаю... И это нужно власть в разные корзины, и нужно развивать несколько направлений бизнеса. Это для меня будет новым этапом, это совершенно оффлайновый бизнес. Уровень бизнеса совершенно разный. И я начинающий предприниматель, который предлагает свою франшизу, и, вероятно, много будет недочетов, с которыми я столкнусь. Она несколько раз сказала, я начинающий предприниматель, и я человек, который продает сейчас свою франшизу. Не будет ли являться покупка франшизы Ильи Брумана для нее некой школой? На ее месте я бы именно так и сделал. Использовал его как расходный материал, и на этом все закончил. Я с вас хочу учиться, набираться опыта и развивать именно мировую франшизу. Но и сегмент хлебобулочных изделий, он мне близок, поэтому я считаю, что это будет вполне успешным проектом. У меня уже есть много концепций и идей по этому поводу. Ее креативность здесь вылезает за все рамки. Покупая франшизу, она говорит, что у нее есть много идей и концепций. Достаточно такой серьезный момент, на который ему Ильи стоит обратить внимание. Она не понимает, что такое франшиза, она не понимает, что франшиза – это определенная прокрустного ложа всех ее идей. Все-таки она говорит о том, что это оффлайн-бизнес, да? То есть это реальные торговые точки со всеми вытекающими последствиями. И, собственно, персонал, разрешение, лицензии, поставки, контроль, списание и так далее. Но что-то она про это знает. Я думаю, она про это еще ничего не знает. Вы можете выделить три основные признака, по которым вам нравится наша франшиза? Во-первых, совершенно минимизированные остатки. То есть хлеб и вода, я так понимаю, что на смесях это все готовится. Если я продаю одежду, у меня куча остатков нереализованных. А здесь практически все я реализую. Она реально не знает, она врет. Она не знает, что про остатки, не понимая даже то, что остатки в коллекции, они не имеют срока хранения, который можно продавать. А остатки продукта приходится именно списывать и уничтожать. Не до конца даже изучила саму франшизу. Поверхностный подход. То есть она очаровательная девушка, достаточно креативная, скорее всего, которая не считает нужным пока, по крайней мере, изучить то, куда она пытается влезть. Надеюсь, что будут очаровательные мужчины. Меня насторожило то, что она свой комментарий начала, собственно, не с того, что влюблена в бренд и как это можно классно и кул сделать. А начала с того, что, грубо говоря, как я срезу свои косты. Мне кажется, немножко, ну, так сказать... Нет, это вот если мы исходим из концепции франшизы, универсия равно университету. То есть все в этом концепцию сходят. Она похоже, что она до конца и пойдет. Пленочку в студию. Во-вторых, с точки зрения аренды, это небольшие площади. Мою концепцию, которую я бы хотела вам предложить по развитию этого бизнеса, идеально вписываются вот эти параметры небольших производственных площадей. В-третьих, мне очень нравится элемент шоу. Я какое-то время жила в Европе и влюбилась прямо в эти магазины. Кто-то делает конфеты, кто-то делает пироги. Все это делается на людях. И мне всегда хотелось что-то такое сделать, потому что элемент энтертеймента, его в принципе не хватает в России. Вы упомянули про свою концепцию развития. Да. А вы, как человек, который уже продали вы свою франшизу, вы прекрасно понимаете, что франшиза, она подразумевает достаточно строгие правила. Узкая возможность для творчества при покупке франшизы. Просто у нас семейный бизнес с мужем в самых посещаемых метрах, Кашинткэрри страны. Мы-то на короткой ноге уже с руководством этой компании для своего бизнеса. Я не могла использовать эту площадку, потому что это слишком премиальное изделие. Пытаюсь понять, кто кому продает франшизу. У меня какое-то смутное ощущение, что она ему, а не он ей. Она идет от себя. Вот я на это тоже обратила внимание, что там много я. Ну, она в любом случае, она тут неизвестно, кто кому продает. Но если выберет этого победителя, я был держал ухо в острово. Здесь же я считаю, что место, соответствующий выход и вход, удобность, так скажем, тейк-эвэй сделали, забрал. И компактные площади идеальны для реализации. И мне бы, скорее, было интереснее сделать не одну точку. Я бы сразу сделала точек 10 по самым посещаемым метрам страны. Концепции Ильи – это миллион долларов. Да. Инвестиций. Без учета аренды. Без учета аренды. Да, и без учета, извините, плановых убытков. Даже при выходе на самоокупаемость в очень короткие сроки, это все равно миллионов пятьдесят, то есть это миллиона полтора долларов. Весь бизнес Ильи, мне кажется, стоит дешевле. Я знаю точно, что эти метры располагаются как раз-таки в тех городах, где я уже имею бизнесы. Это Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Я бы предложила вам скорее реализацию вот такой концепции. Открыть сразу 10 мест по продаже изделий. Она строит свой бизнес на хороших отношениях с арендодателем. В частности, это метро. Исходя из этого, вопрос, насколько долго, даже если этот партнер состоится, оно продолжится. Потому что креативный человек, с интересным подходом, с хорошей локацией, он получит, а что будет дальше, через год, через два. Она искала тот бизнес, где сразу у тебя и производство, и продажи в одном месте. И здесь крендели как раз это идеальный вариант. Но вопрос в том, что можно ли придумать что-то еще в этой локации и заместить крендели через год, через два, когда она разберется. С таким подходом, да. Понимаешь? Здесь действий риск как раз. Тогда такой вопрос. На какие средства вы планируете развиваться? Из собственных. У меня есть отложенные средства. Но я считаю, что в любом случае придется либо кредитоваться у мужа, либо кредитоваться в банке. Но я думаю, что мы семейными средствами сможем, так скажем, обойтись. У меня возникает вопрос, как в знаменитом фильме. А кто у нас муж? Уж не топлив-менеджер, он либо торгового центра, либо метро кэшн-кэрри. Все достаточно банально. Как вы оцениваете инвестиции в открытие 10 пекарен? Средние взвешенные инвестиции на одну точку при открытии, не включая рендную плату, это в районе 3 миллионов рублей. Я просто как раз хотел понять, насколько вы оцениваете свои возможности. Чтобы открыть 10 магазинов, понадобится 30 миллионов рублей. И на временную затрату. Она не изучила предложения. И мне кажется, что она сильно удивилась, когда посчитала, сколько стоит, какие инвестиции нужны для открытия 10. Мне не дернулся даже. Нет, мне кажется, что дернулся. Она не понимает даже сумму. Она не понимает, что такое 30 миллионов. Плюс арендные отношения. Я просто не очень понимаю, каким образом сформируется стоимость аренды в магазине метро кэшн-кэрри. Я не буду, можно это раскрывать? Сейчас я потом вас удивлю, приятно. По мне, если у нее муж имеет возможность как-то к арендам площадям метро, ну, наверное, это скорее плюс, нежели минус. Ты продала бы франшизу девушке-олигарху, чтобы она развлекалась? Я бы не продал бы. В это входит непосредственно полушальный взнос, стоимость оборудования, либо ремонт помещения, либо строительство киоска. У тебя так 3 миллиона тоже затраты. Или билетарь. Форма, вывески. Но это без учета скидок. Без учета скидок. Совершенно верно. Ну, вы же можете предоставить, во-первых, рассрочку, я считала. На какие-то позиции, да, можно предоставить. Во-вторых, я считаю, что здесь сразу же надо запускать 10, ну, в течение года, возможно, открыть. В принципе, эти точки будут приносить прибыль, а во-вторых, из одного бизнеса будет в другой частично перетекать денежный поток. Ну, вот я из-за этого сказала, что, возможно, понадобится кредит. Сумма инвестиций просто запредельная. Это немалый и недалеко даже несредний бизнес. А подскажите, самая прибыльная точка в России? Самая выгодная точка – это 20,4 метров на входе в торговый центр с большим пешеходным трафиком. А в среднем рентабельность ежемесячная? Процентов 18-20 от вручки. Вещь, на которую нужно обратить внимание, она не задала вопрос, когда же все-таки операционная покупаемость наступает, да? И где? С точки зрения педы. Это возвращаемся к вопросу, а кто у нас муж? Сереж, я не думаю, что она понимает, что такое операционная окупаемость. Она не понимает, она не понимает даже, что такое 30 миллионов. Она не понимает, что такое кредит. Она это вообще не рубит, потому что она за бабки башкой не рубится. Если мы говорим о возврате инвестиций, то мы прогнозируем в среднем по России где-то 12-14 месяцев возврат на инвестиции. Это не может не радовать. Безусловно. Просто она реально не понимает стоимость денег. Если я предложу как одно из путей развития B2B направление, поставка в офисы, например, завтраком кофе и крендельки, это возможно? В Москве существует доставка. Единственное, что надо понимать, что доставка осуществляется в не очень большом радиусе, вот непосредственно от пекарни. Почему? Потому что у нас существует правило 30 минут. Мы все-таки рекомендуем, если вы осуществляете доставку, то непосредственно в близости от пекарни. Мы дадим полный инструментарий. Если он загладнет, то это будет троян. Сколько я понимаю, вы достаточно творчески относитесь к понятию франшизы. Как вы относитесь к тому, что у нас в любой продукт новый, который вводится, он проходит достаточно большой процессор согласований? И некоторые из ваших идей, каким бы они, скажем так, вам не казались хорошими, они могут быть не приняты и не согласованы нами и нашим правообладателям в США. Совершенно нормально. Поэтому мне и хочется иметь дело именно с таким крупным бизнесом, у которого есть свои правила. Мне хочется учиться в этом, мне хочется работать с этим. Поэтому я совершенно гибкий, нормальный человек, который умеет подстраиваться, умеет предлагать и также принимать. Я имела дело открытия успешного винного бара, где столкнулась с регулировкой каких-то норм, с прохождением бюрократических проволочек. То есть совершенно нормально на это реагирую. Она абсолютно не понимает, что такое оффлайновый бизнес. Даже при открытии бара за нее кто-то решал эти проблемы, и она всего лишь была рядом. Мне тоже обратило внимание, что это общие фразы. Потому что это, во-первых, общие фразы, и во-вторых, человек не владеет аппаратом терминологии. И при прохождении конкретно Роспотребнадзора, Санэпиднадзора, он не понимает, что такое Санпины. То есть банальные вещи, которые знает любой из людей, занимающихся общепитом. Смотрите, есть классическая модель. У нас, когда мы говорим про наше идеальное место, мы говорим о торговом центре. Почему? Потому что, в первую очередь, у нас снековая продукция. Это закуска, это такой легкий перекус. То есть человек, когда он покупает этот перекус? Он покупает его, когда он гуляет по торговому центру, занимается какими-то покупками, идет в кинотеатр, развлекательный центр и так далее. Вот в случае с вашим предложением, мне реально кажется, что трафик намного менее целевой, чем в торговых центрах. Будут ли люди все-таки останавливаться, покупать? Метро изначально локационно расположены в зонах, где поблизости нет мест, где поесть. Обычно они располагаются за городом. Пока человек доедет до метро, он вполне может проголодаться. И изучая этот рынок с руководством метро, они говорили, да, находи какой-то бизнес, потому что мы постоянно получаем просьбы о том, чтобы какие-то закусочные делать, еще что-то. Этот как раз-таки формат удобен тем, что можно взять кренделек. Сколько вы в метро вот так вот за покупками можете провести час, иногда полтора. Вы берете этот кренделек и спокойно идете. Это просто, мне кажется, золотая жила метро Кэшнт Кэри именно для этого снекового бизнеса. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам, очень было приятно. Очень приятно было познакомиться. Всего доброго. Все хорошего. Итак, первое интервью закончено. Посмотрим, какое впечатление этот разговор оставил у Екатерины. Илья очень обаятельный, располагающий к себе молодой человек. Понравилась открытость, в принципе, и мне показалось, что мы друг друга поняли. Я ожидала чего-то такого, какого-то вопроса, возможно, на который я не смогу ответить. Но, не знаю, все как-то очень гармонично сложилось. Я не знаю, выберет ли Илья меня, но если это мой бизнес и мое, то меня. Если нет, то что делать? Саляви. А вот и следующий участник программы. Здравствуйте, меня зовут Павел Шубов. Я владелец брендингового агентства Анна Домини, мне 43 года. Сейчас ищу для себя что-нибудь новое, некую альтернативу. И подбираю франшизу в области фастфуда. Здравствуйте, зовут Илья. Павел, очень приятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, итак, предлагаю начать. В двух словах, если вы можете, расскажите, пожалуйста, о себе. Почему? Наша встреча не случайна? Да. Я креативный директор-совладелец компании Анна Домини. Мы занимаемся брендингом, креативными концепциями. Но если на вашем языке говорить, то это самые сливочки рекламного рынка. Занимаюсь этим уже лет 17, наверное, если не больше. Вполне себе успешное агентство. Не самое большое, но уверенное. Почему решили добавить еще одну область? Все, кто занимаются услугами, мечтают что-нибудь производить или кормить. Все, кто что-нибудь производит, мечтают заниматься услугами. Потому что мы там сидим, с помощью мышки, двери на какие-то пиксели по экрану, от этого образуются деньги. И вот эта заманчивость соседнего сегмента. Ну, я видел десятки таких историй, в большинстве случаев неуспешных. То есть, когда люди пытались перейти в услуги из ритейла или, наоборот, какие-нибудь айтишники открывают продуктовые магазины. Это забавно. А как вы считаете, почему они неуспешны? Пироги должен отвечать пирожник, сапоги, сапожник. Тут, наверное, правильный ответ, который я услышал как-то на выставке «Байбренд». Просто гвоздь в голову забили, что 90% стартапов закрываются в первый год. И, наоборот, только 10% стартапов, которые открываются по франчайзингу, терпят крах. Это ленность. Здесь он перекладывает ответственность на того, кто продает франшизу. Это я вижу очень плохо. Я не думаю, что это ленность, Дим. У человека есть свой бизнес, которому он там 17 лет. Может быть, он хочет просто инвестировать, а управлять бизнесом будет кто-то, кто-то еще, как один из вариантов. Но франшиза – это покупка дорогостоящего места работы, а не инвестиции. Там надо вкалывать. Я думаю, что мы посмотрим, потому что человек достаточно взрослый, абсолютно взрослый, понимающий, о чем он говорит. И я предлагаю действительно посмотреть, может быть, там… Может, он дальше раскроется? Может. Леночку в студию. То есть нельзя это делать левой ногой. Люди же не бросают свой бизнес, они открывают что-то еще. Ну, когда ты приходишь в незнакомый сегмент, там открывается просто без каких-то ловушек. Сколько электричества, какие там остатки, скоропортящиеся продукты. Кто сделает анализ точки, локейшн, проходимость, персонал, взаимодействие с контролирующим органом. Ну и так далее. Он тогда противоречит сам себе. Он приходит из области услуг в область реального бизнеса. Либо он заблуждается в своей мотивации, либо непонятно, зачем он пришел. То есть во франшизе уже есть наработанные инструментарии, да, которые позволяют совершать ошибок? Ну, конечно, то есть есть надежда. Ну, понятно, что я не избежал этого романтического идеализма. И хотелось, давно хотелось, уже лет 10, сделать какое-нибудь свое кафе. Беременная эта идея, я ходил, размышлял, смотрел за границей. Мыслив, что предприятие там практически обречено на неудачу, либо этим надо заниматься полностью, все бросив, оно меня, конечно, немножко заземляет. Поэтому я стал смотреть на франшизы. Павел хочет открыть кофейню с выпечкой. И в данном случае просто это другая франшиза, другой концепт. Ну, еще обусловлено моими, конечно, личными обстоятельствами. То есть семья, жена, трое детей. Мы живем в академическом районе. У нас там, наверное, 5-6, не бог весть каких, институтов находятся около дома. Я постоянно вижу молодых людей, студентов, которые пытаются пообедать. И поведать им негде. Они покупают какие-то салаты готовые, несчастные. Денег, в общем, это стоит немало. И на всех лавочках, около всех подъездов они это дело употребляют в тоске и печали. Прямо просится туда вот какой-то такой формат. Я прочитав ваш тут description, что это не фудкорты, а предпочтительные какие-то получебные заведения, это просто прям попадает в то, что я себе представлял вот в нашем районе. Когда он говорит о студентах, которые покупают салаты, то в данном случае это опять-таки либо кофейня, либо это кафе с, условно говоря, здоровой пищей, с теми же салатами. То есть с некими посадочными местами или что-то там с верандой на вынос. То есть его приход к этой франшизе, на мой взгляд, не бесспорный. Он артикулирует все время другое. Не крендели. Ну и, соответственно, хотелось сделать какой-то необременительный бизнес для жены, потому что мы к району привязаны. Если вы планируете бизнес для жены, почему на передачу пришли вы, а не жена? Жена с детьми на отдыхе. Решение все равно буду я принимать, потому что это деньги, потому что на первых порах этим буду заниматься я, конечно. Он говорит, принимать решение буду я управлять супруга. Это мотивационная схема, которая приведет к серьезным проблемам в самой франшизе, потому что супруга может просто не представлять объем работы, который будет необходимо осуществлять в точке. Предположим, какую ситуацию мы с вами обо всем договорились, вы нашли место, мы его одобрили, построили пекарню, открыли его. И вот если взять 100% ваше время, которое вы делаете деловой активности, сколько процентов времени вы планируете делять новому бизнесу? Ну, на моменте запуска, я думаю, довольно большое время, а в дальнейшем там 10-15%, не больше. Вот что меня очень сильно тревожит, он концентрируется на минимальных трудозатратах. Последовательность того, что я покупаю бизнес жене, минимальные трудозатраты, разумные деньги. Это очень ленивая позиция. Ну, очевидно, что он сам не будет этим заниматься. А это как в том анекдоте, значит, кто-то другой выстрелит. Ты знаешь, я бы не думала, потому что человек имеет бизнес не 2 года, а 17 лет, и так или иначе он знает. Конечно, безусловно. И здесь он запускает второй совершенно четко, когда он говорит, что это для его родственников. Он покупает. Да? Да. Как раскрутить бизнес с небольшими деньгами, я знаю очень хорошо. Я эту услугу продаю за нормальные деньги, и это срабатывает. Сделать аналитику на входе, как проанализировать точку, как понять последовательность действий, вообще всю методологию. Вот тут основная проблема. Ну, вы знакомы уже с франшизой? Да. Пробовали продукт? Пробовали? Продукт лет еще не пробовали. Продукт не пробовали. Я понял. То, что он действительно не нашел времени доехать в одну из существующих точек в Москве, попробовать, договориться о том, чтобы посмотреть бизнес-процесс внутри, вот это, конечно, говорит о том, что действительно пока у него мозг работает как именно инвестор. То есть он смотрит извне. Что, вы презентацию видели? Да, все презентации почитал. На сайт заходили, сам продукт видели? Да, да, да. Три основных вещи, почему вам понравилась наша франшиза, и вы хотите заниматься именно ей? Разумные деньги. Мне очень понравилась идея готовых смесей. Третий. Третий – это средний чек. Примерно представляю вот эту целевую аудиторию и сканирую ее потребность. Это должна быть реальная выпечка и реально недорогая. Здесь идет речь о том, что он выступает как инвестор. И посмотри, как он к этому бизнесу подходит. Район, в котором живет он, жена и трое достаточно взрослых детей. Второе – он увидел, что есть четкая потребность у молодого, не очень обеспеченного сегмента в свежей, хорошей, вкусной продукции на перекус. Третье – это бизнес, которым будет заниматься жена и его дети. И дальше эта точка, она будет абсолютно точно выльзана, прекрасно функционировать, когда он сделает правильный выбор относительно франшизы. Он ни разу не поинтересовался сроком окупаемости, он не поинтересовался плановыми убытками. Он зависает в некой срединной позиции, которая и не инвестор, и не владелец. И почему у меня вот это именно тревожит, такая ленная позиция, что я что-то вложу, то есть я рискну, и это такой, это позиция игрока. Он не скрывает, что он хочет это купить для своей жены. Он точно так же сказал абсолютно откровенно, что я живу в конкретном районе, я вижу потребность. В шаг бы доступность от дома и от его работы. Да, он же не в хорошую свинью подкладывает. Какие недоработки вы видите в концепции? Название сложное, но как у любого сложного названия, это есть плюсы и минусы. То есть если это становится федеральным брендом и имеет такое нормальное поблизости, эта сложность работает только в плюс. То есть она четко отстраивается от всего близлежащего. Пока эта вещь не на слуху, и есть определенная сложность, там, барьер восприятия. Поэтому это так, плюс-минус пока. Я, может быть, не видел всех форматов оформления точек. Мне они показались довольно аляпистыми, именно по дизайну. Но это моя, наверное, профессиональная деформация. Я бы ее немножечко изменил. Не факт, что это плохо. Все, вы больше не вернете. Продвижение вот здесь может быть отличный тандем. Понимаешь? То есть это два, там, условно говоря, не один плюс один, два, а один плюс один, может быть, пять. Но посмотрим, что будет дальше. Павел знает, как продвигать концепции. Вот это вот важнее, особенно принимая во внимание то, что франшиза веции достаточно новая. Ну, она практически неизвестная, да. Но здесь ему нужно дать инструменты. Конечно. А даст ли ему франшиза, даст ли ему Илья? Давайте посмотрим дальше. Именно хочется устойчивости, а не самореализации в дизайне. Опять же, сын растет, 16 лет, спрашивает, папа, как зарабатывать? Я говорю, ну, давай тебе куплю франшизу Стардокс, ты ее поставишь здесь на перекрестке и будешь следить за тем, как они будут делать сосиски. Его эта мысль заинтересовала, он несколько месяцев ходил, размышлял, хватит ли у него авторитета, там, свои 16 лет управлять каким-никаким предприятием. Вот такая тоже есть потребность. Ну, чем зарабатывать? Зарабатывать чем-то хочется. Я себе примерно представляю от целевой аудитории, которая мне в данном случае интересна. Оттуда, собственно, идеи там про средний чек и про ассортимент. Для того, чтобы попасть в институт, нужно договориться с таким пролектором по учебной части, убедить их, потому что эта концепция подходит их студентам. И надо понимать, что открывая либо на территории института, либо рядом, да, вы будете конкурировать с теми уже имеющимися предприятиями сейчас питания, которые есть. Тем же Стардогом, тем же столовым и студенческим, которые находятся внутри УЗов. И там намного ниже средний чек. Благодаря Сергею Семеновичу и его команде зачистили полностью профсоюзную улицу от форматов, которые там были. Не осталось практически ничего. Я не думаю про формат внутри помещения институтов. Мне понравились такие отдельно стоящие киоски. Уличные? Да. Говоря о уничтожении малого бизнеса в виде палаток в Москве, он идет в ту же самую нишу. И будет получать те же самые минусы, которые есть. Но здесь я с тобой соглашусь, что он не проработал и не просмотрел. Абсолютно. Потому что если эти учебные заведения занимают первые этажи, то там, может быть, физически не будет места, где открыть. А станет необходимость открыть те же самые палатки, которые были оттуда убраны. Конечно, которые вы оттуда уже удачно выгнали. И, собственно говоря, он не понимает, опять-таки, требования Санпина, необходимого электричества и всего остального. С освещением и вентиляцией он тоже не рубит. Картинка у него достаточно четкая. Она разрушится, когда он начнет касаться. То есть он присадит это к жизни. Она просто рассыпется. Он просто этого не понимает. То есть вы еще собираетесь с правительством Москвы, с нашим, пообщаться? Пообладаться, да. Они центральную улицу профсоюзную зачистили, но есть рядом. Уже не есть место подвигу. Можно поговорить на эту тему, попытаться. Он видит, как маркетолог, как специалист, как, собственно, брендолог, да, видит хорошую возможность. Что это может здесь пойти. И дальше, если не смотреть дальше, понимаешь, если, допустим, все сложится, то через какое-то время, я не исключаю, что этот бренд пойдет в киоски. И вот формат киоска, собственно, в учебном заведении, это реально хорошая история. При среднем чеке, достаточно быстром приготовлении и достаточно небольшой площади. Вот тут и собака-то порыла, что он рассматривает средний чек заведения на стрите, а киоск дает принципиально другой средний чек. А если мы возвращаемся к истории инвестирования, он сам себя сейчас загнал. В общем, очень серьезные минуса. Да. Я сомневаюсь, что его сын или его супруга будет стоять в киоске. Я тоже сомневаюсь, да. Я вам честно скажу, что ориентироваться только на студентов – это очень рискованно. Потому что, во-первых, непонятно, насколько именно в этом учебном заведении будет расследован именно этот продукт, насколько для них стоимость этого продукта будет по карману. Потому что студенты, студенты, конечно, считают деньги. Плюс к этому, у них есть каникулы три месяца летом, в которые трафик падает просто критично. То есть сразу, что у нас есть, скажем, партнеры, которые тоже заинтересованы в открытии в институтах, в университетах, в Москве и других городах наших пекарен. Но пока мы сталкиваемся, во-первых, с неприятием американской концепции нашего руководства, наших вузов. Они на 100% понимают, что это с чем-то едят. И, конечно, они хотят накормить какими-то пирожками, блинами, племенями. Я бы порекомендовал в этом случае все-таки приближаться ближе к метро. Потому что те же студенты, они тоже приезжают на учительный транспорт, и они идут к тому же метро и возвращаются к тому же метро. Давайте попробуем еще пообщаться на эту тему. Спасибо вам, что нашли время, пришли. Очень приятно было с вами познакомиться. Встречу. Очень приятно. Спасибо. До свидания. До свидания. Закончены переговоры со вторым участником. Узнаем, как они прошли, по мнению Павла. Илья профессионал. Он задает вопросы не в бровь, а в глаз. Сразу нашел несколько изъянов в моем подходе, в моей концепции. Просто прямо в болевые точки задал уточняющие вопросы. То есть теперь есть о чем задуматься. Мы говорим, в общем, на одном языке. Это интересно. Закончился второй раунд переговоров. Илье предстоит принять непростое решение. Кто станет новым франчези компании? Екатерина или Павел? Пока Илья Бруман обдумывает все за и против, узнаем, какой выбор сделали эксперты. Ну что, коллеги, мы отсмотрели двух кандидатов Павла и Екатерину. Могу сразу сказать, что Екатерина будет троянским конем, если он ее выберет. А, к сожалению, он, по моим оценкам, выберет именно ее. По причине ее неограниченных возможностей. Но в моем понимании это будет такая пилюля, которую он не переварит. Для Екатерины это будет просто легкое обучение, но не более того. Я бы на его месте все-таки обратил внимание на Павла. К сожалению, он не изучил до конца франшизу. У них разные франшизы в голове и разные даже концепции. Я бы выбрал Павла, но с большими доработками. По крайней мере, это предприниматель, с которым можно было бы работать. И на месте бы Ильи я все-таки отказался бы от золотого тельца, которого он заглотил. Вы знаете, я на протяжении всех интервью сидела и ждала, когда же кто-нибудь, либо Катерина, либо Павел, если они серьезно рассматривают покупку франшизы, зададут вопрос Илье о поддержке, которую, собственно говоря, любой франшизе должен воспользоваться. Тем более, франшиза не очень известная, раскручивать ее и запускать будет достаточно сложно. Поэтому такие моменты, как поддержка от франшизера, очень важны. Также очень важно было бы узнать о планах Ильи. Его намерение о продвижении маркетинговой программы на уровне страны, конечно, имеет значение. Я бы, безусловно, выбрала Павла. Я уже говорила, что для меня это человек уже состоявшийся, у него есть свой бизнес. Он не рассматривает покупку франшизы как какой-то глобальной инвестицией. Он совершенно открыто говорит, что это, скорее всего, некая такая игра для своих близких. И, может быть, исходя, скорее, из потребностей, которые есть. И его навыки и умения именно как раз в продвижении и запуске новых проектов, здесь они, наверное, собирают больше на руку. И один, и другой сыскатели, они очень сильные. Посмотрите, они строят свой подход на своих сильных сторонах. Они не спрашивают его о поддержке, потому что они понимают, что они все сами сделают. И продвинут, и доработают, и разместят, и договорятся, и вложатся, и свою энергию, и интеллект, и знания. И все будет хорошо у них. Но поскольку франшиза новая, поскольку перед ним стоит еще в том числе очень важная задача ее раскрутить, то, конечно, предложение разместить в метры, через которые проходят тысячи людей в день, позволит ему, грубо говоря, шубить двух птичек одним камнем. Я думаю, что все-таки Илья сделает свой выбор в пользу Екатерины. Но я бы выбрал Павла, я бы выбрал такую рабочую лошадку, с которой бы я вместе поскакал и доработал концепцию именно для того, чтобы она получила развитие именно в среде как бизнес-центров, учебных центров для определенного сегмента. И здесь было бы очень интересно, хорошее развитие на еще незакрытой нише. Я приняю решение. Итак, Екатерина, Павел. Я долго думал, взвешивал слеза и против, кого из вас выбрать. Ну, начнем по порядку. Екатерина, значит, ваша позиция мне очень близка тем, что вы уже достаточно подготовились, попробовали продукт, имеете опыт в смежном бизнесе, связанном с пекарней. Я так понимаю, что уже обсудили с вашим потенциальным бизнес-партнером, лицем мужа, возможность открытия пекарен. Уже есть понимание по тому, в каких местах можно открывать. Есть несколько «но», таких как желание творить. Слишком много, которые не очень сопоставимы с понятием франшизы. Франшизы – это четкие правила, которые необходимо соблюдать. Потому что за счет этого эта франшиза выжила, работает и приносит деньги своим партнерам. Павел, с вашей стороны мне очень приятен ваш настрой, что вы хотите что-то сделать новое. Единственное, конечно, мне очень жаль, что не было у вас возможности попробовать наш продукт и немного изучить подробности по нашей франшизе. У нас есть, безусловно, потенциал для сотрудничества, и мы можем продолжить наше общение, подбор мест. Мы можем вам предоставить больше информации по тому, что такое наша компания, историю развития, какие у нас планы на развитие в России, для того, чтобы вы приняли более завершенное решение. Но сегодня я выбираю Катю. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Павел, было очень приятно. Спасибо. Мнение экспертов и продавца франшизы полностью не совпали. Эксперты единогласно выбрали Павла, но в данном случае имеет значение только выбор Ильи Брумана. Мы все за Павла. Ну, мы понятно, что мы все проиграли. Да. Сегодня в сети Вецельс-Прецельс стало на одного партнера больше. Новый франшизи компании Екатерина. Продана в хорошие руки. Редактор субтитров А.Семкин